Прежде чем я начну говорить о Южном Парке, мне нужно будет провести некую параллель между другим мультсериалом, для того чтобы показать какую роль и значимость имела каждая компьютерная игра, которая выходила под этим брендом. Первую середину 90-х годов всю поп-культуру охватила жёлтая лихорадка, которая так сильно опустила свои корни, что казалось её никому не остановить. Да, это Симпсоны. Дело в том, что немногие мультсериалы могли позволить себе такой ассортимент товаров, точнее они даже близко к этому не могли подойти. Например, я сейчас вам покажу лишь малую вершину этого айсберга. В общем, магазины тогда были покрашены преимущественно в жёлтый цвет, но нас конечно больше интересуют видеоигры. Видеоигры по Симпсонам выходили чуть ли не каждый год, так ещё и несколько штук и на разные платформы. И вот уже казалось бы, что никому не остановить эту машину по выкачиванию денег с фанатов. Но, как обычно и бывает, успех сериала спустя 10 лет начал проигрывать сам себе. И тогда в 97-м году появляется главный конкурент в виде небольшого городка штата Колорадо. Южный парк в корне отличался от тех идей и ценностей, которые предлагали Симпсоны. Он старался не сглаживать углы какой-либо темы, а наоборот делал ещё их более острыми, что не помешает зрителю сравнивать их между собой. И тут может возникнуть главный вопрос. А вот если Южный парк набирал популярность, то игры по нему будут выходить тоже каждый год? Но смотрите, ситуация была не так однозначна. Когда сериал набирал популярность, разработка игр становилась сложнее, а бюджет их рос. И к тому же, выпускать что-то на устаревших консолях было не так надёжно. Поэтому, если что-то и делать, то только на самое актуальное. С небольшой такой погрешностью. И говоря о популярности, если посмотреть на некоторые сомнительные проекты, у которых не было такой большой фан-базы, то это говорит нам о том, что игра по Южному парку – это вопрос времени. Для того, чтобы дать зелёный свет, понадобился буквально один год. То есть, во время второго сезона мультсериала уже началась разработка. К тому же, в планы входило издать несколько проектов на разные платформы. Выпуском игр по сериалу была заинтересована компания Acclaim Entertainment, которая доверила разработку трём студиям – Acclaim Studio Austin, Tuntless Media и Crowfish Interactive. Почти за один год было создано 4 игры, что является не совсем хорошим знаком. И тут нам придётся вернуться к Симпсонам. Дело в том, что Симпсоны выпускали не столько качественный продукт, как его количество. Как по мне, самые лучшие проекты были в начале и в конце всего списка. Пословица «Куй, железо, пока горячо» является стандартной ситуацией, где мне нужно будет напомнить о качестве. Ведь покупая игру по любимому сериалу, вы ожидаете хороших впечатлений. Вряд ли вы захотите участвовать в лотерее по спусканию в унитаз 50 баксов. Южный парк пошёл по тому же пути, лишь с той разницей, что его быстрый старт, он же и финиш. Серия замолчит лет так на 10, если не брать в расчёт простенькую аркаду, но на все 15. Ситуация изменится в 2014 году, после выхода «Палки истины», который привлечёт внимание не только поклонников сериала, но и простых любителей игр. И я напоминаю, крупная игра по «Симпсонам» вышла в последний раз в 2007 году, сохраняя тишину уже около 14 лет, просто уйдя в мобильный гейминг. В то время Южный парк, как снежный комп, набирает обороты. Вслед за «Палкой истины» выходит сиквел, расколотый, но целый. Он показывает весьма успешные продажи, благодаря которым можно ждать продолжения. И вроде бы было всё хорошо, быстрое появление, достойное возвращение, вот только есть одно «но». Это не первая попытка вернуться, да и первая то накрылась. Южный парк предпринимал действия для возвращения в мир видеоигр. Вот только они умирали на стадии разработки, а некоторые планы лишь останутся надписью на листе. Какие же ассоциации могут возникнуть у человека, который лишь поверхностно знаком с мультсериалом? Грязь, насилие, портография! Или просто говоря, сортирный юмор, что первоначально так и может казаться. Когда настоящие поклонники знают, что под пошлым юмором и чёрной комедией скрывается сатира на нашу поседневную жизнь. И вопрос сейчас не в том, понимаете вы такой юмор или нет, а о том, какая игровая платформа лучше всего должна подойти для первой игры. Ну, наверное та, чья фирма цензурит всё, что и захочется. Если мы посмотрим на различные источники, то на протяжении всего времени можно было думать, что игра по Южному парку на N64 является самой первой. В принципе так и есть, но вот только самые внимательные скажут. А почему на постере был указан геймбой? Так вот, дело в том, что в номере Nintendo Power 114 был опубликован скриншот, который подтверждает, что игра по Южному парку готовится к выходу на геймбой колор. И ещё бытует мнение о версии на классический черно-белый. Я предполагаю, это ошибочное мнение из-за логотипа на рекламном листе, так как вы видите это старое лого, а новая портативка вот только вышла. И по ошибке автор мог создать мнение о двух версиях. Ну окей, даже не это главное. Просто куда делась игра и журналы, и почему про неё ничего не слышно? В 2008 году на сайте о редких и отменённых играх unseen64.net появилась статья про Южный парк, в которой чуть больше информации о проекте, как кажется уже всеми забытым. Ведь даже поклонники сериала могли забыть или не видеть журнала с рекламой. Вот только интерес подыгрывал не столько сайт, как сами создатели сериала, публикуя скриншот на своей странице тамблера. Продолжая сохранять тишину о проекте, из-за чего появилось больше вопросов, чем ответов. Ответ мы получим. Вот только подождать пришлось ещё 10 лет. Первую информацию об утечке прототипа на геймбой сообщили в дискорд-канале Lost Media Wiki. Но как прототипа? Полностью готовы игры. Далее на сайте Reddit, пользователь под ником DaculDude написал сообщение, что после полгода общения с разработчиком, он наконец-то заполучил долгожданный ром. На каких условиях у него получилось, неизвестно. Как бы то ни было, главное, хоть кого-то там замучила совесть. Или жадность. И тут должен возникнуть вполне нормальный вопрос. Раз она полностью готова, то почему отменили? Точная причина пока не ясна. Она имеет несколько вариантов, и я думаю, что истина где-то рядом. Первая версия гласит так. Создатели сериала Трей и Мэтт не хотели, чтоб игра для взрослых была на устройстве, где целевая аудитория дети. Видимо, для того, чтобы избежать гневных писем мамаш. Вторая версия более проста. Геймбой Калор – неподходящая платформа. Могу лишь отметить, очень странным решением выпускать первые игры для любителей цензуры. Это имеет хоть какой-то смысл, если Трей и Мэтт не были вовлечены в процесс. То есть, они не знали, что компания Клейм сотрудничает с Нинтендо, и на что-то будет всё похоже. И интересно тут вот что. То ли игра должна была отправиться в печать, то ли на проверку, как за пару дней до этого её попросту отменили. И кто был к этому больше причастен, я не знаю. Известно о том, что Трей и Мэтт сохранили себе на память прототипы картриджей, как о самой первой игре. Фото экземпляров, к сожалению, нет. И вот так получилось, что полностью готовая игра, не видя света, лежала пару десятков лет. Точнее, цвет-то она видела, просто об этом никто не знал. Компания Клейм Энтертеймент не стала выкидывать готовую игру на склад. Она поступила более разумно. Или хитрей. Ну, смотря как посмотреть. Для студии Кроуфиш Интерактив была поставлена другая задача. Нужно было на основе исходного кода от парка выпустить другую игру. Вследствие чего, уже на следующий год мы получим, а точнее, жители Европы, пчёлку Майя и её друзей. Что на самом деле является той же игрой по Южному парку. О боже. Вот и если парк со стороны выглядит как мультик для детей, то пчёлка Майя уже совсем для дошкалят. Но на этом хитрость от и клейм не заканчивается. Ах ты сука! Чуть позже кому-то пришла гениальная мысль. А давайте сделаем то же самое, только теперь для США. В итоге с небольшим перерывом выйдут такие игры как И вы, наверное, хотите знать, что скрывается под этими милыми обложками. Да, сёстры Олсом были тогда дико популярны. В отличие от пчёлки Майя, в этих играх постарались чутка больше внести изменений. И как по мне, это не дало какого-то результата. Они даже выглядят как-то мрачно. Единственное, что между этими играми оригинально, это музыка. Саундтрек, написанный для Южного парка, нигде не использовали. Его написал не самый последний композитор в игровой индустрии Тим Фоллин. Но про музыку мы поговорим позже, как и обсудим ещё пару мелочей. А теперь давайте уже перейдём непосредственно к самой игре. Сюжет начинается с классической сценки. Ребята по пути в школу встречают шефа и интересуются у него, не видел ли он Кенни. На что он отвечает, что видел как новенький из школы с очень странным взглядом, как будто тот одержим призраком Ричарда Никсона, тащил его в лес. Долго не думая, ребята решают прогулять школу ради поиска в Кенни. Шеф предупреждает их, если хитрый член действительно вернулся, то им нужно поспешить, так как у всех могут быть проблемы. После диалога сразу начинается игра. Ну что ж, вот мы и нашли Кенни. Конец. Под управление нам дают сразу трёх ребят с разными характеристиками. Ну а как же ещё? Стэн может кидать Картмана, открывать двери и прыгать на голову напарников. Кайл высоко прыгает и может прыгать на Картмана, и вроде бы всё. Ну а Картман, если не служит в качестве меча для боулинга, то на удивление тоже сбирается на голову, а угадайте кого? Так к тому же ещё и плавает. Явно разработчики скопировали формулу Lost Vikings и построили на этом всю игру. Для полного прохождения доступно 9 миров, которые разделены на маленькие уровни, где нужно будет решить небольшой пазл для освобождения Кенни. Конечно, игра не ограничилась одними головоломками. Между локациями будут встречаться уровни с призами, битва с боссами и куча катсцен, которые наполнены фирменными шутками мультсериала. После того, как вы одержите победу над первым боссом, это тот самый новенький, о котором говорил шеф, который на самом деле является сыном сатаны, то мы понимаем, что сюжет игры не построен на одной ситуации. Нам предстоит спасать Кенни абсолютно из разных передряг. И после каждого спасения можно будет посмотреть на классическую ситуацию, которая часто происходила с ним в начальных сезонах, за которую вы будете наблюдать 21 раз. Но не только это может привлечь ваше внимание. Например, кроме зацензуренных матов, мне запомнился уровень с огромной ямой дерьма. Да, Нинтендо любит такое. На самом деле, несмотря на множество историй в игре, они объединены одной общей темой, которая повторяет опенинг и Саус Парк на Нинтендо 64. То есть, просто говоря, во всём виноваты будут... На полное прохождение у вас уйдёт примерно 3-4 часа. Это довольно большая продолжительность, так как в среднем игра на геймбое занимает 40-50 минут вашего времени. Есть, конечно, и по 5, и по 10 часов игры, но это обычно категория... RPG. Думаю, вы и сами понимаете, как там всё устроено. Знаете, усидеть пару часов за такой коробочкой не так-то и просто. Поэтому разработчики позаботились о системе паролей. Вот бы они ещё и позаботились о парчиковых батарейках. Для жанра RPG вообще нужно кадры с коробкой продавать. Также вы можете просто поиграть в любой уровень без ввода пароля. Достаточно на экране меню нажать селект для открытия таблицы. Выбираем любую карту и играем. Только после прохождения одного уровня вас снова выкинет в меню. А бы такая тренировка для тех, кто не может пройти игру дальше, но очень хочется. Теперь о музыке. Для игры было написано 5 саундтреков. Два из них будут всё время вас радовать. НО! Радовать вас будет исключительно тишина. Так как вы захотите выключить звук. Поймите меня правильно. Сам звук музыки сделан по меркам геймбоя на твёрдую четвёрку. И если вы захотите знать, как может звучать музыка на 5 баллов у этого приборчика, то стоит обратить внимание на серию игр Турок, где всю музыку написал Альберто Гонсалес. После того, как Ром утёк в сеть, для игроков, которые отрицают цифровой век, была выпущена различная пиратская продукция. Я не знаю, какое количество версий существует, но мне удалось найти только 5 экземпляров. Пожалуй, это самый безобразный картридж. Для полноты картины не хватает клея по краям. Дешёвый пластик с наклейкой, как будто её напечатали на домашнем принтере. Так ещё и неровно вырезали. Второй экземпляр имеет такой же пластик, только чёрный. Теперь наклейка занимает чуть больше площадь, но остаётся всё так же кривой. Если чёрный пластик выглядит более сердито и как-то получше первого экземпляра, то качество наклейки стало хуже. Ну и в принципе круто, что есть такой футляр. Следующие два картриджа можно принять за оригинал, если не обращать внимание на различные мелочи. Например, такая мелочь, как не выпуск игры. И почему-то одного из них погрызанные края. Очень хороший ход напечатать качественные принты и наклеить на оригинальные коробочки. Это последняя копия, и она мне больше всех приглянулась. Насколько можно судить по фото, коробочка имеет более тёмные тона, что является ближе к оригиналу. Наклейка занимает всю площадь. Присутствует футляр, который отличается от прошлого примера. И самое интересное тут, как вы уже видите, наличие цветного мануала. В общем, что-то из этого добра вы можете приобрести в пределах 30-40 долларов. На этом можно было и закончить, но у меня есть кое-что ещё. В последний момент я нашёл вот такой набор, который включает в себя лампочку для экрана, кабель для совместной игры и стикер. Набор довольно редкий, примерно 2001 года выпуска. О фирме, которая его изготовила, информации не нашёл. Но вроде бы всё сделано по лицензии. Ну, хоть какой-то товар по Южному парку вышел на геймбой. Ну что ж, на этом видео у меня и заканчивается. Надеюсь, оно вам понравилось. Ведь сегодня мы многое поняли. Так, а что мы поняли-то? Субтитры сделал DimaTorzok